Значит, давайте зачитаем сей шедевр. У народа есть свой дом, и мы против того, чтобы в наш дом приходили чужаки, не уважающие нас и нашу культуру. Слушайте, пока что, на удивление, очень-очень-очень все нормально и хорошо. Я думал, что это написано будет психически больными людьми, но пока что все нормально. Так, второй абзац. Мы выступаем за защиту нашей идентичности и самобытности от угроз глобализма, массовой культуры потребления и массовой миграции из стран Средней Азии, Южного Кавказа и Китая. Никакой новой русской идентичности мы придумывать не собираемся. Хороший солдат воюет не потому, что ненавидит того, кто перед ним, а потому, что любит то, что позади. Само движение было основано в начале нулевых, как молодежная ячейка французской партии и донтористский блок, который был частью движения новых правых. А, так они из новых правых окуклились. Тогда нет. Это все нормально. Тогда это братушки. Потому что, ну как бы, Арес тоже из новых правых вышла в Европе. Созданного сообществом по исследованию и изучению европейской цивилизации. Аббревиатура Гретс. Алена Бдобинуа во главе. Все. Нет. Тогда это братушки. Все. Простите, братья, я не признал вас с самого начала. Нет. Просто они генеалогически исходят оттуда же, откуда мы вылезли в свое время. Поэтому все нормально. Пишут. Сейчас Ежа дочитает до евреев и скажет, что это говно. А, блять. Там дальше будет про евреев. Ладно. Окей. Но не спойлерите, пожалуйста. Пока все нормально. Пока все нормально. То есть тезис хороший. Генеалогия движения хорошая. С тех пор идентаристы основали свое независимое движение с крупными отделениями в Австрии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и небольшими ячейками в большинстве европейских стран. Главный символ идентаристов лямбда, которая отсылает к общему для всех европейских народ. Подожди. А, ну то есть я понял, да. Ну как бы это немножко не так называется. Ну ладно, не суть. Это символ, который на счетах у этих спартанцев было. То есть 300 спартанцев, они боролись против вторжения персов, арийцев в Европу. Соответственно, сейчас и дентаристы тоже становятся на пути мигрантов. Правда, эти мигранты уже не совсем арийцы. Ну если не считать таджиков. Так, значит, к общему для всех европейских народов начало в античности и в частности к символу на счетах спартанцев в битве у Фермопил. Да, ну все правильно. Я понял отсылку. Как метафора поднятия счетов для защиты Европы от чужеродной угрозы. Да, от проклятых арийских персов. Ух уж эти арийцы, негодяи. Так, целью деятельности поколения идентичности является привлечение внимания общества к проблеме потери самобытности европейских народов в эпоху победившего либерализма с его мягким тоталитаризмом и глобального рынка, размывающего естественные границы цивилизации. То есть они против глобального рынка как опротивляются. На них нету этих анкапов. Давайте натравите на них анкапов. Так, четвертый путь нашей идеологии. О, про четвертый путь началось. Все интереснее и интереснее. Мы выходим как за рамки классического определения левой и правой организации, так и классической тройной идеологии либерализм, коммунизм и национализм. Мы объявляем идентичность новым политическим субъектам. У каждой из трех политических теорий был свой субъект, вокруг которого и ради которого строилась вся политика, давались права и обязанности. Субъектом коммунизма был класс, субъектом национализма нация, которые создавались через государство. В итальянском фашизме Муссолини или расовую политику в национал-социализме Гитлера. В либерализме субъектом выступал индивидуум, освобожденный от всех форм коллективной идентичности, от всякой принадлежности. Последовательное отрицание любой коллективной идентичности либерального индивидуума привело к возникновению так называемой леволиберальной идеологии, политики толерантности и чувства вины по отношению к своему европейскому происхождению и даже к своему полу. Идея коммунистического пролетарского движения как центра политики показала свою несостоятельность в ходе истории 20 века, так как пролетариат это изначально выдуманное и искусственное общество и слой людей, которые в реальности не имеют ничего общего друг с другом. Ну отчасти это так, отчасти нет, потому что все-таки есть люди, у которых, во-первых, у них есть идентичность пролетарская, то есть они себя ассоциируют прежде всего с пролетариями, а уже потом с кем-то еще. И во-вторых, все-таки пролетарии это политэкономическая категория, то есть это люди, которые являются наемными работниками, которые выполняют производственный труд, участвуют в создании прибавочного продукта и так далее. Так, а пролетарское сознание по природе своей мало чем отличается от буржуазного, в своем принципе заработать как можно больше денег, применяя минимум усилий. Пролетарий это бедный капиталист, чей капитал это его труд, а марксистский социализм на практике не более чем капитализм для бедных. Ну это дискуссионно, конечно, да, то есть я уже так примерно представляю, как леваки могли бы их критиковать, поэтому в принципе нужно было бы иметь более эффективное оружие против левацкой риторики. Но об этом, об этом первого числа, я думаю, мы поговорим. Так, термин нация и понятие национализма ведет свою историю с французской революцией, когда левые партии парламента решили сделать новых французов. Да, кстати, вот обратите внимание, именно левые партии французского парламента, то есть именно те, кто сходился слева, а не справа. Парламенты решили сделать новых французов, потому что классические, как и их культура, не устраивала революционеров на основе верности идеалам революции. Они таким образом искусственно создали первую гражданскую нацию, потому что считали свой народ недостаточно просвещенным. С этого момента созданные по аналогии другие европейские нации стали продуктом смешения идей просвещения с небольшим региональным колоритом. Слушайте, а мне нравятся манифесты донтористов, то есть пока все заебись. Это пренебрежительное отношение к своему народу наблюдается у многих сторонников третьего пути от Муссолини, объявившего итальянцами не тем народом после поражения в войне, и до нашего в массе своей русофобского националистического движения, начиная от проанглийской белой армии и заканчивая современными нацдемами. Слушайте, знаете, кому и донтористы понравятся? Они могут понравиться Михаилу Утопиану. Также популярная среди старых правых теория белой расы так вообще попахивает аналогом революционного интернационала справа, когда националист отказывается от идентичности своего народа и вместо того, чтобы быть французом, немцем или русским, называет себя прежде всего белым. Ну это, кстати, тоже дискуссионный момент такой. Вообще из-за этого манифеста на идентистов будут агриться и коммунисты, и националисты, и либертарианцы, и вообще все. То есть они всех-всех против себя настраивают, потому что они всех критикуют. Ну и, кстати, это правильно. Это уже ближе к шпенглеровской вообще позиции. Это интересно. Не существует никакой общности и тем более культуры на основании расового сходства, как и политического единства на ее основе. Поэтому ни о какой белой идентичности речь быть не может. Попытки построения белого европейского симулякра, копии без связи с оригиналом, суть бесплодное порождение и антинаучный синкретизм. То есть они, видите, даже заочно на Бодрия рассылаются. Вообще интересные ребята. Мы за союз с европейскими народами, но без потери и размывания своей самобытности. Мы за Европу, отечество европейцев объединяет культура и история, а не пропорции черепа. Наша русская идентичность шире, чем мировоззрение среднестатистического россиянина. Идентичность, невыдуманный конструкт, она существует над теми, кто связывает себя с ней. Создавая воображаемое сообщество и ассоциируя себя с ними, человек только отдаляется от данной ему в народе идентичности, обусловленной культурой, происхождением и архетипами. Проблема миграции и утрата идентичности в России. В российских условиях мы выступаем за борьбу с нелегальной миграцией из стран Средней Азии и снижение внутренней миграции из национальных республик, в частности, с регионов Северного Кавказа. Ну, по поводу борьбы с миграцией Средней Азии и других стран, да, это можно как-то юридически оформить. А вот по поводу, как снизить законодательно внутреннюю миграцию, вот это уже как бы интересно, про это хотелось бы более детально послушать. Так, ну и вообще жители Северного Кавказа скажут, что типа, вот, если вы нас поражаете в правах, так давайте, типа, мы отделимся вместе со своей землей. Мы не являемся сторонниками идей расизма или национального шовинизма, дальше написано в манифесте идентаристов. Мы считаем, что плавильный котел из этносов, устроенный советским руководством в прошлом веке, вместе с геноцидом этнических элит. Но это, кстати, был не совсем плавильный котел, потому что если бы у совков была цель создать именно плавильный котел, они бы не стали издавать огромное количество литературы на языках так называемых малых народов. Собственно, они выдумывали языки, писали кучу книг на этом языке, и, собственно, эти книги даже некому было читать. Потому что, ну, как бы, ты можешь выдумать язык, но ты не можешь выдумать носителей этого языка. То есть, это сложно. Так, значит, плавильный котел, устроенный советским руководством в прошлом веке вместе с геноцидом этнических элит, привели к объединению, а, к обеднению как русской культуры, так и культуры малых народов. Попытка навязать европейский образ жизни неевропейским народам привела к тому, что они забыли свой традиционный уклад жизни и потеряли свою самобытность. Но это тоже, опять-таки, спорно, потому что как раз совки, они всячески и раздували эту самую самобытность, просто искусственно ее прививали. Типа, вот вам язык свой, у вас свой собственный язык теперь. То есть, вас, проклятый царизм угнетал, вам запрещали говорить на вашем собственном языке, а вот мы теперь специально для вас его выдумали. Можете на нем говорить, как бы, не благодарите. Ну и что, что никто из вас его не знает? Зато теперь он у вас есть. А вот вам еще и книги на этом языке. Ну и все, представитель малого народа стоит, чешет голову и говорит, да, охуенно, как бы. Выдумали какой-то язык мне теперь, значит, издали кучу книг, и что мне теперь с ними делать? Ну, в итоге этими книгами топили печки, использовали как туалетную бумагу, потому что туалетной бумаги настоящей в Советском Союзе не было. Так, я в Иркутской области с этим столкнулся. Такой, заходишь в туалет в деревенский, а там вместо туалетной бумаги до сих пор лежат книги. Я думаю, о, можно почитать, как бы сидишь, значит, в позе орла, читаешь книгу. Открыл я эту книгу и понял, что годятся эти книги только вот для использования по назначению. Почему? Потому что написаны они все на нечитаемых языках малых народов, которые выдуманы в Советском Союзе. Я потом спрашиваю, говорю, а у вас есть кто-нибудь, кто мог бы вообще, ну, читать книги на вот этих вот языках? А местные жители пожимают плечами и говорят, что нет, нету никого. Потому что язык-то выдуман лингвистами в Москве, и поэтому, как бы, проблемы определенные. Ну, ладно, это вот нюанс национальной политики Советского Союза и то, какие карикатурные формы он принимал. Поэтому нет, если бы совки хотели плавильный котел, они бы всех заставляли учить русский язык, просто говорить на русском, а не выдумывали бы языки какие-нибудь, которых никогда не было. С уходом русских, я продолжаю зачитывать манифест идентаристов, они не смогли поддерживать быт индустриального общества, что привело, а почему и, тут зачем слово и? Они не смогли поддерживать, просто нужно было написать быт индустриального общества, что привело к массовому обеднению и маргинализации, как было в Средней Азии и вымиранию, как было с некоторыми малыми народами Севера. Хотя мы не считаем, что нужно совсем забыть об этих территориях, потому что в них по сей день проживают русские. Поэтому мы также выступаем за защиту русского населения в новообразовавшихся государствах СНГ и за создание всех условий для их репатриации на родину. Так, следующий пункт о правах национальных и религиозных меньшинств. Утверждая защиту русской идентичности и самобытности, мы не против малых народов России на утверждение и развитие своей собственной идентичности в обмен на лояльность и общую фискальную политику. Коренные неевропейские народы имеют право жить по своим законам и обычаям, говорить на своем языке и иметь свое образование, если это не вредит другим этносам и не угрожает целостности, стабильности русской государственности. Так же, как и религиозные меньшинства, вольны исповедовать свою религию и обряды без согласования с прогосударственными структурами по типу РПЦ. В отличие от националистов, мы считаем, что малым народам не нужно навязывать свою культурную, религиозную или образовательную политику. Они вправе изучать русскую культуру и русских языков в тех размерах, в которых они считают нужным в пределах своих регионов исторического проживания. Так, далее, следующий пункт. Россия между двух огней глобализма. В отношении внешней политики мы выступаем за восстановление культурных и политических связей с остальными странами Европы, которые были утеряны в эпоху железного занавеса и новой путинской холодной войны. Но это сильно сказано, потому что путинская холодная война, она существует только, если вы смотрите российское телевидение. Как бы, если у вас нет телевизора, то, как бы, и холодной войны тоже нет никакой, потому что границы открыты, и всё нормально. Так, но при этом мы против процесса вестернизации и модернизации, имевшей место в 90-х годах прошлого века. Мы занимаем антиамериканистские позиции, потому что универсальная культура страны свободы действует как яд для самобытности. Слушай, такое ощущение, что они дугенисты. То есть четвертый путь, антиамериканизм, антилиберализм в экономике, а не только в политике. Кстати, у них в манифесте ничего нету про структуру власти. То есть много про национальную политику, но про то, как общество будет устроено, ни слова абсолютно. Так, значит, мы занимаем антиамериканистские позиции, потому что универсальная культура страны свободы действует как яд для самобытности народов через популярные медиа, бренды и моду. Да, но при этом они, наверное, все с этими эпловскими смартфонами ходят. Другой опасностью для нашей страны, особенно для восточной части, является Китай. Сегодня Китай стал вторым центром глобализма и, соответственно, второй угрозой для любой самобытности народов, как в свое время был с СССР. Китайские бизнесмены и студенты массово переселяются в города Сибири, создавая там оплот для будущей экспансии и замещения русского населения, чтобы освоить пустующие территории своего северного соседа. Особенно пугающими выглядят любые намеки официальных лиц нашего государства о перенимании опыта, слежке и контроле над гражданами по китайскому образцу. Нам чужда, как народу, любая технократия, особенно азиатского типа. Это интересно. Вот по поводу технократии. Обычно современные политические движения правые, они очень хорошо про технократию пишут. Тут, наверное, под технократией все-таки донтористы не структуру власти имеют в виду, а уровень технического контроля над подчиненным населением. Там какой-нибудь закрытый фаервол по китайскому образцу и все прочее. Но в целом интересный, интересный манифест. Я думал, что будет что-то там про НЛО, рептилоидов, но вместо этого, видите, как интересно все написано и грамотно. Почему Россия это Европа? Русские были, есть и будут европейским народом. И ни в какой европеизации мы не нуждаемся. Наша культура возникла под сильнейшим политическим и культурным влиянием Византийской империи. Греки и их античное наследие напрямую оказали ключевое влияние на становление русской культуры. Москва стала третьим Римом Европы. Сейчас, секундочку, донат. Так, значит, Москва стала третьим Римом Европы. Ну, точнее, она не стала, она себя провозгласила. Очень скромно третьим Римом. А наши писатели... Хотя, с другой стороны, сейчас Москва это самый крупный европейский город и, в общем-то... Недавно я посещал смотровую вышку самого крупного здания Европы. Ну, потому что питерскую кукурузину, вот эту Газпромовскую, еще не достроили. А я был в башне... Как она называется? Ну, это, в общем, башня Федерация, которая Восток. Самое высокое здание из, как бы, уже построенных в Европе. Отличные виды, доложу я вам. А еще там раздают бесплатное мороженое для всех желающих. Потому что прямо там...